драгоценное всем доброго времени суток в зависимости от времени в котором вы живете и как вы уже знаете я не раз говорил что евреи 16 сентября справляют новый год и мы как духовные евреи точно также вошли в божий календарь потому что это левитам 23 глава говорит божьи праздники они еврейские праздники и у господа как мы читаем в бытие первой главе в начале был вечер а потом было утра это особенное время господи за которое мы говорим сегодня я с моими друзьями братьями сестрами не просто хочу помолиться имея чувствование в сердце что мы в молитве должны войти в новый учебный и служебный год и господи я благодарю тебя что прежде чем мы как россияне или те кто вместе с нами будет слышать слушать эту молитву и молиться вместе с нами они будут также ожидать по своему календарю 2024 год но господи ты предваряешь все заранее как я уже господи свидетельствовал о том что часто стал получать слова на новый год как раз вот в это осеннее время как раз в осенние праздники рожка шана емкий пор и куще и вот господи когда у тебя был вечер и потом было утро это показывает нам на то что ты господи точно также господи вне зависимости от нашей национальности ты предваряешь победу ты предваряешь рассвет поэтому благодарим тебя господь что твой новый год библейский новый год начинается еще до нашего национального нового года и как я молюсь и провозглашаю свидетельствую моим братьям и сестрам что так здорово когда господи был вечер а потом было утро потому что утром господи мы встаем и господи прости нас если мы думаем о том что мы начинаем утро и через это утро в этой молитве мы делаем этот день даже если с тобой но господи твой календарь твое слово говорит что ты боже начинаешь с вечера тогда когда мы еще спим тогда когда еще для нас не наступило утро ты господи уже закладываешь победу и когда мы утром просто открываем наши глаза и даже когда начинаем мы молитва то господи слово твое по сути дела нам говорит о том чтобы мы увидели то что произошло ночью для того чтобы нам начинать уже новый день с той победы которая была заложена с вечера которая была заложена ночью как говорит первое царство 5 глава что тогда когда ковчег твой без рук людей был поставлен в храме филистимском храме догона то служители догона они каждое утро приходили и первый раз они пришли увидели своего истукана просто четвертованного без рук без ног и они пришли потом второй раз и он опять был без рук без ног и тогда когда он был реально колесован тобой господи без рук человеческих то господи они напугались тебя они напугались твоего присутствие они увидели что ты именно тот бог и не был бы богом если бы зависел от человека и они от купились делов по тому наказанию которое пришло на филистимский народ золотых мышей вот именно похожих на наросты которые они увидели на своем теле поэтому господи помоги нам увидеть что прежде чем началось утро ты для нас приготовил победу а мы только открываем наши глаза и господи открывая наши духовные глаза когда мы знаем твое слово мы господи уши видим твою победу и каждое утро мы не делаем ее мы просто провозглашаем и и поэтому я связываю это с новым годом прежде чем начнется наш национальный год ты господи уже предопределил для нас победу потому что господи рожка шама это праздник труб который начался 16 сентября который пророчествует победу и поэтому господи тогда когда у многих из людей перед вхождением в новый год а евреи исправляет пять тысяч семьсот восемьдесят год складывается пугающая картина которая была нарисована десятью соглядатаями посланными моисеем в землю ханаанского и даже верующие люди ломаются в духе и теряют покой перед встречей страшных неизвестностей экономических военных и политических кризисов тогда когда сегодня трясет всю землю во имя иисуса христа я разрушаю вместе с моими братьями и сестрами всякий страх потому что господи нам не дам дух страха но дух силы дух любви и дух целомудрия и вот как раз эту историю которую ты господи опять напоминаешь и показываешь 10 из 12 саглядатаев нарисовали о себе картину мелкой сторончи в глазах надвигающихся на них исполина и как в числах 13 главе они говорят о том что видели мы исполина в сынов ненаковых от исполинского рода и мы были в глазах наших перед ними как саранча такими же были мы и в глазах их но двое других саглядатаев иисус навин и халиф они имели иной дух а это иной дух это твой дух это дух христов этот дух святой и они видели в надвигающихся проблемах позитивную перспективу и они отвечая на робот 10 саглядатаев когда встал халиф и он просто успокаивал народ перед моисеем говоря что мы пойдем и завладеем этой землей потому что мы можем одолеть их поэтому господи мы смотрим вперед точно так же как иисус навин и халиф мы смотрим вперед с надеждой которая нас не постыжает не боясь никаких экономических и других трудностей и господи так же ты открываешь что мы должны приготовить наши сердца чтобы войти в новый год без страха поэтому господи я поднимаю эту молитву и мы молимся с нашими братьями и сестрами и моисей тогда сказал что прежде чем войдете в землю обетованную которая как саглядаты а это не просто саглядаты это для нас пророческое служение потому что только пророчески можно зайти впереди всего народа и увидеть что там за этой завесы и мы здесь сказал для того чтобы вы увидели правильную картину он повелел 12 саглядатым начать обзор обетованной земли с горы они спать нее поэтому прежде он сказал когда они вышли из земли фаран поднимитесь на гору для того чтобы правильно увидеть и об этом также перечисла 13 глава 18 стих когда мы здесь сказал вы смотрите землю хананского пойдите в эту южную страну и взойдите на гору потому что с горы совершенно другой взгляд на проблемы поэтому святое писание учит нас постоянно ищите горнего поднимайтесь на гору бегите в горы не позволяйте проблемам смотреть на нас высоко господи благодарим тебя поэтому позже мы обладаем народ в которой входим чтобы они не боялись потому что мы с этой горы и видим победу для народа сегодня многие говорят о голоде который идет на эту землю но господи ты показываешь нам двери и 5 хлебов с которых было накормлено сначала 5000 потом 4000 потому что мы господи не в панике как этот мир мы господи зависим полностью на сто процентов от тебя хотя нас и ждут потрясения нас ожидает пустыню но господи мы представляем наше сердце с которым позже мы входим в эти пустыни мы входим в эти потрясения со всем нашим народом мы входим с расположением духа от тебя потому что мы входим в новый год господи который для нас как иордан пересечении черты за который пророк или спросил елисею скажи что ты хочешь аллилуйя по господи благодарить тебя что ты приводишь нас в такую позицию когда боже ты у нас спрашиваешь чего вы хотите и он сказал я хочу двойное помазание я хочу двойное благословить для того чтобы вдвойне служить тебе господи во время того когда ты трясешь всю землю чтобы соделать непоколепимо чтобы люди которые с нами находятся они смотрели на нас и были ободрен они были поражены как 10 циглядата и в которые через ропот свой страх заразили весь народ и вот господи ты показываешь свой пример когда добровольно согласился быть ведомым духом святым в пустыню и как результат говорит луки 4 глава 14 стих и возвратился иисус в силе духа в галилею и разнеслась молва о тебе по всей окрестной стране а почему а потому что ты без страха входил в пустыню потому что не страх повел тебя потому что дух святой повел тебя и господи у нас сегодня привязка к новому году к наступающему 2024 и наступившему 5784 библейскому году в которой господи мы не просто втекли но господи чтобы мы осознавали это ты вел нас без всякого страха гнева и без всякого сомнения потому что многие из народа божьего в этой истории с иисусом навином и халилом они не по своей воле убежали из египта в пустыню потому что результатом этого были из-за того что они не добровольно вошли а потому что весь народ выходил и многие выходили из страша перед фараоном убегая и поэтому были постоянные разочарования постоянное огорчение и жалобы на жизнь и также бог а мы наблюдаем господи в святом писании на которой ты нам господь показываешь ты провел свой народ через два водных крещения символизирующих смерть а без смерти нет воскресения и жизни и вот это первое крещение когда народ божий они в страхе вошли в воды черного моря убегая от фараона и этот страх не позволил им пойти в землю обетованную потому что этот страх преследовал их все хождение по пустыне этот ропот потому что обстоятельства так сложили что они вошли потому что народ не вошел добровольно в эту обетованную землю где были молоко и мед а вот во втором крещении когда новое поколение израильтян по главе с иисусом навином и халимом они добровольно входили в воды ордана добровольно входили чтобы встретиться с трудностями и взять в землю как халик говорил пустите меня хотя мне 84 года я такой же сильный как и в 40 лет как мы из и обещал мне гору я возьму ее поэтому мы молимся аллилуйя уже в этот библейский год который наступил это наша земля мы пришли взять все то что нам принадлежит нашу свободу наше исцеление наше преуспевание не только для вас от для наших родных для наших близких для наших семей для тех людей которые рядом с нами для наших регионов городов нашей страны во имя иисуса христа вступает новый год мы увидим себя с горы позже и уже мы вчера должны были уже увидеть себя с горы позже не жертвами которых бросают в открытые рты исполинов виде экономических политических военных кризисов но смелыми воинами входящими во все эти трудности чтобы разрешить их и выйти как иисус христос из пустыни в силе духа святого как ты господи и мать тебя имели пророческие предупреждения об ураганах и больших волнах надвигающихся на нас и нашу страну это были полны судов и они продолжаются которые параллельно идут с благословениями твоими господи и ты контролируешь все и как апостол павел говорит что любящим бога все содействует ко благу и в заключение слова халева только против господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей ибо он достанется нам на съедение защиты у них не стало а с нами господь не бойтесь и них поэтому мы без страха входим без страха мы идем вместе с нашей страной без страха мы входим новые для нас горизонты и мы не боимся этих вызовов исполинский потому что они сороча перед нами и они даны нам на съедение да будет так во имя иисуса христа благословляем господь спасибо тебе дорогой наш а